Редкое зрелище, синхронно работающие экскаваторы. Момент, можно сказать, исторический. До этого совместные с КНР проекты касались только сферы торговли. Между тем, китайская энергетика бурно развивается. Ежегодно в Поднебесное вводится по 70-80 гигаватт новых генерирующих мощностей. Для сравнения, в нашей стране 4 года назад только 1 гигаватт. И вот теперь китайцы идут в Россию. Новая ТЭЦ будет построена на существующей площадке Тенинской водогрейной котельной. По плану разработчиков, применение парогазовых технологий позволит достичь КПД новой электростанции порядка 51,5% против 40% у электростанции аналогичной мощности. Предполагается также на четверть сэкономить топливо и на треть снизить вредные выбросы в атмосферу. А загрязненные стоки вообще исчезнут. На станции обещают реализовать современную технологию, при которой загрязненная вода после очистки возвращается обратно в производственный цикл. Стоимость строительства составит порядка 20 миллиардов рублей. Львиная доля – китайская. Китайская народная республика в ближайшие годы вероятнее всего станет вообще лидером в экономике. Она сейчас является второй экономикой мира. Поэтому инвестиции могут быть очень большими. Любой приход финансов очень важен для города Ярослава. О важности проекта свидетельствовало и то, что сегодня с китайской стороны приехали важные персоны. Первый секретарь посольства КНР в России и первый секретарь Компартии Китая в корпорации Хуадянь. Последний долго читал на китайском про дружбу между народами. Дама сосредоточенно выговаривала на русском. Совместный проект важен не только с точки зрения инвестиций, а в первую очередь производства электричества и тепла. Сейчас наш регион энергодефицитный. За последние 20 лет из генерирующих мощностей ничего построено не было. А существующих не хватает. Около половины электроэнергии и тепла покупаются у соседей – Твери, Костром и Вологды. Новая ТЭЦ позволит решить эту проблему. Мы полностью закрываем и теплом, и энергетикой. Если теплом мы закрываем городскую среду, то энергетикой мы закрываем и Ростовскую область. Энергодефицит. Эти мощности также позволят нам двигаться вперед еще более уверенно и устраивать перспективу на ближайшие 5-10 лет. Спуском в строй новой ТЭЦ в конце 2013 года будут закрыты или переведены в разряд резервных несколько небольших котельных. В перспективе, обещают энергетики, за счет снижения себестоимости производства, возможности снижения тарифов на электричество и тепло.